привет дорогие мои сегодня расскажу вам про то как я забирала мою первую кнопку с почты это было весело и расскажу ну вкратце вообще что нужно делать чтобы ее взять хотя у меня про это есть другие видео на втором моем канале который про предпринимательство про соцсети и так далее также хочу поговорить про то как продолжать вести в данном случае youtube но я думаю много актуально будет для других соцсетей в тех условиях которых мы сегодня у кого-то война у кого-то кризис но война у всех но имеется ввиду что кто-то физически в опасности у кого-то экономический кризис и вообще весь мир немножечко в турбулентности как продолжать зарабатывать на ютюбе потому что для многих это работа поговорим сегодня вот обо всем этом ну во первых поздравьте меня я наконец-то вытащила свою первую кнопку за 100 тысяч я дают дают ее не автоматически как мне почему-то казалось не я думаю вот 100 тысяч значит будет у меня где-то в ноябре было 100 тысяч и значит мне напишет письмо youtube поздравляем ну хоть что-то не конечно ничего не написали я заказала ее сама то есть ты заходишь на и бесплатно но все-таки нужно активно ее заказать на сайте ютюба тебе приходит вот такая кнопочка здесь выгравировано имя и все в общем то очень приятно конечно хотя я понимаю что это все такой маркетинг да чтобы и я пахала на youtube чтобы они зарабатывали деньги я тоже но они тоже и чтобы у меня маячила такая цель а теперь золотая цель да на миллион непонятно с моей тематикой можно такое набрать и вам конечно тоже людям которые как у кого ютюба нету но кто увидит если я повешу ее вот где-нибудь вот там она у меня будет висеть да где-нибудь вот там вот и вы такие будете смотреть о кнопочка я тоже хочу youtube канал а это все маркетинг но приятный маркетинг вот там вы можете себя увидеть видите себя вон там вот вы когда я ее забирала с почты почтальон у нас индус по-шведски не говорит на английском то есть именно вот на почте он такой а это ты ютюбер нам пришла кнопка я не знал кто значит ждал 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 у тебя youtube канал да а это кнопка какая золотая или серебряная серебряная ух ты как круто про что ты а где твой канал и грану вот он на русском языке да говорит мне сложно будет понимать играми еще на английском он еще просто не очень развит а пока что нужно делать чтобы 100 тысяч набрать то есть когда ты говоришь людям что у тебя 100 тысяч это это определенные погоны это очень интересно это приятно это как если ты сказала что ты не знаешь книгу издал или ведущий на радио то есть что-то такое что у многих людей ассоциируется с чем-то что вау хотя по факту ну во первых я медленно их набирала то есть за четыре года они у меня набирались то есть это не то что я как-то преуспел за четыре года любой может набрать 100 тысяч это вообще не сложно можно быстрее набрать нужна просто цель и знать как не идти сейчас вкратце об этом поговорим но главное что он начал мне вопросы задавать и так всегда 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 особенно когда мамочки детском саду узнают что у меня канал по обывательским меркам крупный я понимаю что он не крупный я-то варюсь в блогинговом мире у меня друзья с миллионными каналами есть но для обычных людей то это это круто 100000 очень много все спрашивают а как а как часто надо выкладывать а сколько ты зарабатываешь этим вот так что прикольно было что он на почте прям среагировал долгит классно буду смотреть говорить буду гордиться что живем в одной деревне теперь про то как набирать я уже делала видео на втором канале но если вкратце у вас должна быть идея и идея должна быть либо очень нишевая либо относительно широкая вот тут как бы интересно широкой темой ты привлекаешь много народа но если нишевая у тебя такая уникальность которой нет у других поэтому нужно аккуратно тему выбирать ну и регулярность тут надо понимать что youtube это работа работа в долгую и минимум раз в неделю а в идеале два раза в неделю два раза в неделю вообще идеальный темп выпускания видео чтобы именно был прирост почему именно два раза в неделю конечности будет выпускать два раза в день прирост будет еще больше но просто никто не сможет выпускать два раза в день с ноги если у тебя нету прям команды которая делает за тебя все это значит вложения большие без вложений если ты сам будешь монтировать даже говорящие головы чисто подрезать свои кашли больше двух раз в неделю для одного человека это нереально если у него кроме этого есть еще другие занятия раз в неделю то самое редкое мне кажется что можно делать реже уже прямо не будет прироста исключение если у тебя прям супер качественные видео как ну не знаю дуть там птушкин да ты что-то прям делаешь какие-то фильмы а если ты выпускаешь какие-то головы просто или небольшие обзоры чего-то реже чем раз в неделю прирост будет очень медленный это окей но просто имейте в виду два раза в неделю идеально раз в неделю окей и много разных мелочей как называть видео какую обложку делать чтобы она привлекала внимание чтобы на нее кликать как подстраиваться под какие-то инфоповоды которые есть в мире как начинать видео да что не просто подпишитесь на меня кстати что я сегодня не сказал носить не сказала о чем будет видео и людям интересно а у нее 100 тысяч возможно подпишусь но обычно в начале видео говорят подпишитесь не просто подпишитесь а для чего подпишитесь на моем канале много просадоводства вы поймете как работать мало а урожая чтобы у вас было много или вы поймете как покупать мало одеваться красиво то есть какая-то польза должна быть ощутимая и в это должны говорить начале каждого видео что я забываю поэтому я медленно расту но да знаете все теорию знают главное чтобы что-то из теории делали и тогда будет результат потому что многие теории знают а ничего не делают или делают знаете десять процентов но в общем надо просто делать делать на такие темы которые и вам интересны и людям будут заходить не быть в вакууме постоянно общаться с другими ютюберами подстраиваться под их трафик в начале видео рассказывать зачем им это надо подписчикам подписываться нормальные названия нормальные обложки на которой хочется кликнуть хорошо оформленный канал трафик с других мест то есть везде всегда рассказывать что у вас канал и у вас будет прирост просто не может не быть прироста единственное что это надо делать все время то есть это прям такой ребенок ваш за которым то могучий который все время кормите для того чтобы вам это делать все время у вас должна быть тема от которой вы горите если бы я делала например канал про финансы или про лайфстайл или про уборку это очень популярная тема которая приносит достаточно много денег я бы не смогла долго играть потому что мне это неинтересно мне интересен стокголь мне интересны соцсети мне бизнес интересен но не в плане финансов а в плане именно предпринимательства то есть снимайте на тему которая от которой у вас глаза горят и давайте перейдем к тому как вести соцсети в состоянии войны но я про это обязательно сделаю подробное видео на втором канале на какие темы можно записывать и так далее но вот если вкратце происходит турбулентность очень сильная дам в мире многие из моих подписчиков из вас они либо сейчас беженцы либо вообще в военном положении кто-то из вас ходит на митинги в россии кто-то из вас бежал из россии кто-то из вас помогать беженцам в европе в америке то есть все затронуты темой которая сегодня происходит можно ли продолжать вести свой канал как будто ничего не происходит и конечно же нет то есть ты не можешь просто снимать как будто ничего не происходит зависимости от твоей тематики конечно но каким-то образом нужно дать понять своим подписчикам что ты чувствуешь я например на инстаграме очень много этого об этом говорю на ютюбе только упомянула сказала что я против всего этого я считаю что это ужас кошмар я помогаю там как могу но я не хочу делать это главной темы моего канала на канале я буду наоборот нести напоминание о том что такое нормальная жизнь буду рассказывать про путешествия буду рассказывать про историю про искусство про архитектуру тем самым делая свой вклад делая то что у меня получается лучше всего но и позицию мне очень важно было высказать хотя бы мне важно позицию высказывать не все хотят это делать кто-то спокойно знаете собирает деньги на помощь не знаю украине помогает каждый день беженцам и не выносит это в соцсети это совершенно нормально я тоже сняла только одно видео хотя конечно помогало намного больше но имейте ввиду что будет хейт какую бы позицию вы не выбрали не в смысле позицию а в смысле какую позицию в плане сколько вы раскрываете в соцсетях вы бы не выбрали всегда будет хейт будьте готовы к этому я просто все стираю люди которые мне пишут ага ты сходила помочь беженцам чтобы снять для этого видео то есть я-то ходил-то намного больше раз а снимал только один раз и получается что люди сами себе противоречат они думают что я сходил один раз и сняла один раз таким образом они вообще не оставляют даже места в своей голове что вообще-то ходил-то я много раз и хожу они как раз обменяют меня в том что я не помогаю больше не снимая а я это как раз делаю но у них нету способы об этом узнать потому что я об этом не снимаю понимаете то есть какое-то дебильное противоречие это не можешь оправдываться перед всеми поэтому я стираю весь хейт всю токсичность когда люди агрессивно друг на друга настроен это я стираю мнение отличное от моего я не стираю если они не агрессивны если они без переходов на личности то есть это я не стираю я не веду какую-то цензуру в на моем канале я убираю агрессивные нападки это как бы само собой хотя не все я не могу за всеми комментариями следить но я очень стараюсь поэтому если вы ведете канал и у вас прямо большой хейт на вас льется вы выбрали свою траекторию придерживайтесь ее но если вы человечны как бы в своем контенте который вы вне зависимости от войны даете то мне кажется те кто хейтят обычный человеческий добрый контент это просто неадекватные люди и отчасти это можно понять потому что время неадекватно отчасти это совершенно необъяснимо я просто все в топку стираю продолжать вести соцсети и блоги нужно потому что сейчас большая нужда в информации вы можете вели блог про садоводство под не знаю бородянка сейчас вам не актуально возможно вы можете рассказывать про войну вы можете рассказывать про что с вами происходит вы можете рассказывать про то как вы например убежали можете рассказывать если вы например в европе как вы помогаете или не помогаете просто рассказывать что происходит вы можете взять войну как инфоповод это не ну хайповать на горе других наоборот сейчас нужна информация людям как переехать в европу по бешенству какие выплаты в разных странах, это в том числе продвинет ваш канал. Почему нет? Сейчас все газеты об этом пишут. Это нормально. Пока вы не делаете из этого какой-то, знаете, привлекаете людей какими-то странными способами, а пока вы просто даете информацию, это прекрасно, информация нужна. Людям нужно понимать, что они не одни. Людям нужно понимать, что, например, в России много людей, которые против этого. Если, например, вы в России хотите вести канал и одновременно оставаться в рамках закона, чтобы вас не закрыли. Есть разные способы это сделать, и людям это сейчас очень нужно, поэтому продолжайте вести. Не бойтесь, что придут хейтеры и скажут, вы хайпуете на горе других. Забудьте это. Вы делаете очень важную вещь. Ну и опять же, главное делать это не как-то по-базарному, а просто по-человечески. Конечно же, не нарушайте правила Ютуба, чтобы ваш канал не закрыли. Жестокость, нападки, агрессивность – это все против правил. Будьте в рамках. Можно очень сильные посылы давать, при этом не кидаясь на… не обобщая нации в целом, не называя всех там террористами и так далее. Группы людей по национальному признаку. То есть, прочитайте правила, особенно если вы будете про войну писать, прочитайте правила Ютуба и играйте по правилам, потому что только тогда можно выиграть. И тут еще остается вопрос, как зарабатывать деньги на этом, если особенно вы в России, потому что монетизацию сняли. Если вкратце, то монетизация, именно вот при роллы, для меня она минимальная. Статья дохода через Ютуб. Поэтому просто ее у вас нету. Считайте. С другой стороны, имейте в виду, что монетизацию может обратно вернуть, потом мы не знаем, но скорее всего вернут когда-нибудь. Набирать подписчиков и просмотры для того, чтобы у тебя была нормальная монетизация, занимает несколько месяцев. Вы можете начать уже сейчас. А потом у вас включится монетизация. В конце концов, монетизировать канал можно еще, делая рекламу. Например, мой знакомый делает сейчас рекламу для психологических разных тренингов людям, которым тяжело. То есть это как раз супер. Это помогает русскому бизнесу. Знаете, такому, который поддерживает людей. Это помогает его каналу развиваться, потому что он получает деньги, потому что без денег очень часто невозможно вести канал серьезный. То есть он зарабатывает этим деньги, делает интегрированную рекламу, у него нету преролов, но не страшно. Вы не знаете, может вы через полгода переедете в другую страну, и вы сможете включить монетизацию, канал у вас уже рабочий. В конце концов, вы можете просто продвигать свои услуги. У вас студия йоги? Ну делайте вы просто видео про йогу. Да, у вас не будет преролов, у вас не будет монетизации, но чтобы достичь серьезной монетизации, там 100, 200, 300 долларов в месяц, это нужно несколько месяцев поработать, скорее всего, с не очень популярной темой. Поэтому даже не думайте просто об этом. Вы можете продавать какие-то свои продукты через свой канал, вы можете звать клиентов на свои тренинги. То есть есть миллион других способов. У меня про это были видео на втором канале. Вот сходите, посмотрите. Не страшно, что отключили монетизацию. То есть я понимаю, почему это сделано, я понимаю, почему введены санкции, но я сейчас говорю к людям, которые в России, которые хотят что-то делать. и у вас есть все равно шансы зарабатывать через YouTube. И давайте запишу про это отдельное видео на втором канале. На этом, мне кажется, хочется просто сконцентрироваться на том, что я получила кнопку. Продолжаем работать. В общем, у меня же тоже сняли монетизацию. Все просмотры, которые в России, а это 40% просмотров, они не окупаются сейчас. Но поскольку цена за просмотры в России намного ниже, чем моя в среднем, у меня в среднем за 1000 просмотров 5 долларов, по-моему, у меня. Это CPM. Cost per mil. Я про это на втором канале много рассказываю. По России она где-то полтора, хотя у меня 5 долларов за 1000 просмотров. 1000 российских просмотров – полтора доллара. Поэтому меньше трети, на самом деле, дохода именно от преролов ушла. То есть, безусловно, это чувствуется, но не так, чтобы сильно. Я думала, будет больше чувствоваться. И на этом, наверное, все. Просто хотела вам сказать, что продолжайте вести ваши блоги. Сегодня они очень важны. Потому что нужно нести свет, нужно нести помощь, людям нужна информация. Вот, и вы можете поздравлять меня под этим видео. Все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!